Здравствуйте! В эфире программа Вести Хакасия. События недели в студии Алексея Гончаренко в этом выпуске. Весьма непопулярными могут стать первые в этом году законодательные решения хакасских депутатов. Согласно одному из них, у будущих ветеранов труда стаж, чтобы пользоваться льготой, не будет определяющим фактором. Отработать в республике Хакасия не менее 20 лет пенсия не должна превышать полуторакратного прожиточного минимума. Еще одно законодательное решение может нанести удар по бюджету муниципалитетов. Все это делается по отношению к городу Абакану, поскольку здесь муниципальная собственность работает на экономику. Как в морозы завести машину с севшим аккумулятором или совсем без аккумулятора? Легко и просто. Полностью будем заводить без аккумулятора именно вот этой маленькой батарейки. То, что еще совсем недавно не укладывалось в головах, теперь стало реальностью. Или хороший подарок 23 февраля. На деньги собранное с населения для капитального ремонта многоэтажек в первый год работы отремонтируют почти 250 домов. Примерно столько же миллионов рублей придется собрать. То есть около одного миллиона рублей на каждый дом. Учреждения, призванные лечить, калечат. Одна из жительниц Абакана объявила войну фармацевтам. Она убедилась, они продают наркотики в открытую. На контрольную закупку отправилась и наша съемочная группа. Вам часто приходится продавать препараты? Нет, выделяется вам. Это частное собственность. Интересом экономии бюджетных средств, судя по всему, следовали депутаты Верховного Совета, принимая социальные решения на первой в этом году сессии в парламентах Акасии. Оттого эти решения едва ли будут популярны у общественности. А речь в законопроектах шла о пенсионерах, шахтерах, сельских медиках, сиротах и бизнесменах. Кстати, что касается предпринимателей, так им наоборот. Решено было пойти навстречу. А именно помочь приобрести муниципальную и государственную собственность в рассрочку. И этот шаг тоже вроде продиктован заботой о бюджете. Впрочем, не все парламентарии были согласны с такими доводами. Но соответствующий закон принят. Внесли законопроект на рассмотрение депутаты Комаров и Шпигальских. Документ дает право арендаторам выкупать казенную арендуемую им недвижимость со срочкой платежа на 5 лет. Федеральная норма предусматривает срок в 3 года. Но на усмотрение региональных депутатов он может быть увеличен, что и предлагалось сделать. Мы считаем и проанализировали, что такие варианты в первую очередь выступал с этой аналитикой Олег Борисович Говловский. Он очень опытный предприниматель. Когда подчеркнули, что большие площади практически нереально невозможно выкупить в короткие сроки. Потому-то мы сделали 5 лет. В зале нашлись голоса против. Точнее, один голос депутата Иванова. По его мнению, инициатива увеличить срок выкупа – ничто иное, как попытка прибрать к рукам наиболее привлекательные объекты муниципальной собственности. В первую очередь в республиканской столице. Что за 5 лет это сделать проще, чем за 3. Все это делается по отношению к городу Абакану, поскольку здесь муниципальная собственность работает на экономику. Доходы от аренды имущества составляют более 11%. Это один из видов неналоговых доходов. А неналоговые доходы и их большая доля, они делают бюджет устойчивым. Впрочем, спикер парламента Владимир Штыгашев, вступив в дискуссию, объяснил, что финансовых пробоин бюджет не ощутит. Доходы от аренды должны компенсироваться налогами с того самого арендатора, который станет собственником. Как только он стал собственником, он будет платить налог на имущество, приобретенного, которое поставлено на учет. Поэтому ничего, ни муниципалитеты не теряют, а с другой стороны появляется надежный собственник. Но, вероятно, для большинства предпринимателей, говорят в городской администрации, все же приемлемы договоры аренды. Почти вся недвижимость, о которой идет речь, это торговые помещения и офисы. Желающих их выкупить не так уж и много. Я не говорю о всем имуществе и муниципальной собственности. Я говорю о помещениях, которые предоставляются в аренду. Это немного более 70 тысяч квадратов. Продано по договорам купли-продажи 3,5 тысячи квадратных метров. Почти все проданные помещения невелики. Что касается более крупных объектов недвижимости площадью свыше 500 квадратных метров, то да, соглашаются в мэрии. Такие есть. Например, магазины под торговой маркой «Власта». Арендаторы имеют право их выкупить в собственность с рассрочкой платежа. Но налог на имущество не покроет арендной прибыли. И в этом смысле некий удар по бюджету города будет ощутим. Нам выгоднее, конечно, получать арендную плату. Я вам говорю, что 100 миллионов от аренды нежилых помещений мы получаем. Есть федеральный закон, но его обязаны исполнять. Проект инициаторов парламентариями одобрен почти единогласно. С одним проголосовавшим против. Был принят и законопроект, который касался льгот пенсионерам, приравненных к ветеранам труда. Это женщины с трудовым стажем 35 лет и мужчины с 40-летним стажем работы. Они имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, бесплатное зубопротезирование, 50-процентную скидку на оплату коммунальных услуг и такую же льготу на проезд в поездах пригородного сообщения. Но теперь, чтобы иметь право на эти льготы и быть приравненным к званию ветеран труда, недостаточно иметь лишь стаж работы 35 и 40 лет. Для этого нужно достичь пенсионного возраста, отработать на территории Хакасии не менее 20 лет, и чтобы в трудовой книжке не стояло пометок, что был уволен за нарушение трудовой дисциплины. А главное, размер пенсии не должен превышать сумму в 9,5 тысяч рублей. Это полтора прожиточных минимума. Такая установлена планка. Все это коснется тех, кто оформляется на пенсию с 1 марта. Этим числом закон вступает в силу. Все, кто получали льготу до 1 марта, у них ничего не меняется. Как по условиям приравненных, то есть проезд, коммуналка и так далее. Законопроекты о социальной поддержке в виде денежных выплат бывшим шахтерам и сельским медработникам депутаты отклонили. Объяснив это тем, что бюджет и без того адаптационный, и не резиновый. Но, кажется, нашли решение в вопросе с обеспечением жильем детей-сирот. Поправка в закон позволяет получать жилплощадь по месту жительства, а не по месту, а оформление под опеку. Это дает сиротам возможность выбора и позволит за те же деньги построить больше жилья. Допустим, поселение небольшое, где проживает 100 жителей, а данный сирота зарегистрирован в данном поселении. Строить отдельный дом для данного сироты или в районном центре построить 10-квартирный дом, где можно сразу же 10 человек, 10 сиротам предоставить жилье, конечно же, будет дешевле, чем в каждом поселении строить по отдельному дому. Но это должно быть согласие этих ребят. На этой неделе МВД Хакасии отчиталось о работе и показателях за прошлый год. Министр Илья Ольховский проинформировал, что уровень преступности в республике снижается. Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше по сравнению с 2012-м почти на 10%. Красть тоже стали реже настолько же. Сократилось число разбойных нападений с 16 до 11 случаев, то есть на 30%. Грабежей стало меньше на 20%, угонов автотранспорта на 22%. В 2012-м машину угоняли 310 раз, а в прошлом году 230. В целом, за последние 5 лет, по данным МВД, уровень преступности в республике снизился почти вдвое. Однако немало преступлений, которые шокируют своей жестокостью. По одному из таких дел на этой неделе вынесен приговор. Верховный суд Хакасии к пожизненному заключению приговорил троих жителей Усть-Абаканского района. Еще одного к 16 годам. Это дело вообще попахивало международным скандалом. В мае прошлого года были ограблены, изнасилованы, убиты, а затем сожжены трое гражданок Китая. И это сделали молодые нелюди во время процесса, не скрывавшие ухмылок. Даже мать одного из них посчитала приговор слишком мягким. И адвокат, несмотря на свою миссию защитника, считает высшую по российским законам меру объективной. Лучше бы сразу убили всех четверых за раз, чтобы не пакостили и знали, что делать. За них рожали не для того, чтобы они убивали, а для того, чтобы жили они, люди. Они меня сама убили. Хочу сказать, может быть, и для адвоката это и не надо бы говорить, но для меня нет ни сочувствия, ни сострадания ни к кому из этих людей. Пойман на этой неделе и предполагаемый убийца бывшего начальника Абаканского городского ГАИ. Владимир Трачук по предварительной версии следствия был убит за отказ дать сигарету. В этом уже признался задержанный по подозрению 19-летний абаканец. Он нанес подполковнику ножом три роковых удара. Как позже стало ясно, по сути, невменяемый человек бродил по городским улицам утром 30 января. Есть подозрение, что парень страдает психическим заболеванием и, кроме того, находился под воздействием медпрепаратов. Кстати, по данным Российского фонда общественное мнение, наибольшее опасение у населения вызывает возможность встречи именно с людьми, имеющими явные психические отклонения. Так сказали 69% от числа опрошенных. 67 человек из 100 боятся встречи с уголовниками. 63% с наркоманами. Алкоголики вызывают меньший страх у населения. Их боится 42% из числа принявших участие в опросе. Нелегальных мигрантов предпочитают обходить стороной 28%. Наименьшее опасение вызывает возможность встретить на пути бомжей. Так ответила четвертая часть опрошенных. Собрать с населения Хакасии 200 миллионов рублей поможет новая графа в квартирных платежках. Еще почти 50 миллионов добавит бюджет и получится сумма, необходимая на капитальный ремонт многоквартирных домов в республике в следующем году. Потому что сроки сдвинуты. В январе придет первая платежка с новыми начислениями. На эти почти 250 миллионов рублей планируется отремонтировать почти 250 многоэтажек. То есть в среднем по одному миллиону на каждый дом. А поскольку возьмут с каждого из нас. Об этом в следующем сюжете. Мы же платим за электрику. Мы же платим ЖКХ за здание. За это все платим. Так будьте добры и обеспечьте нас порядком. Порядок теперь придется наводить самим. Новая система оплаты капитального ремонта начала действовать с 1 января этого года. И если говорить простым, они чиновничьим языком. Теперь у каждого из нас в платежке появится новая графа. Капремонт. Ежемесячно жильцы многоэтажек станут сплатить строго определенную сумму. Согласно постановлению правительства Хакасии в 2014 году минимальный взнос для сельчан составит 3 рубля за квадратный метр. Для горожан, чьи дома оборудованы лифтом 5 рублей 20 копеек. Для необорудованных 4 рубля 80 копеек. Таким образом, за жилье ежемесячно придется платить рублей на 250 больше. Эти средства будут накапливаться на счетах и распределяться по плану. Контролировать процесс будет Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, который возглавил Антон Иванов. Антон Иванов, коренной абаканец, выпускник и преподаватель Института информатики и телематики Хакасского госуниверситета. Основная деятельность – разработка и внедрение проектов сначала в Госкомитете по информатизации новым технологиям Хакасии, затем в Министерстве внутренних дел в госструктурах. Копию в течение пяти рабочих дней направить либо в адрес регионального оператора, если решено накапливать взносы на его счете, либо в жилинспекцию Хакасии, если на спецсчете в коммерческом банке. Уведомить собственников о решении, принятых очным или заочным голосованием, не позднее, чем через 10 дней со дня их принятия. Наконец, заключить договор. Образец можно скачать на сайте, название которого вы сейчас видите. Договор вам решать какой, в зависимости от способа формирования фонда. Варианта 2. Если люди выберут спецсчет, то время ответственности за открытие счета, введение счета, начисление гражданам, платежных документов предоставления, работа с неплательщиками и работа потом еще с ГЖИ, которая будет владельцу спецсчета выставлять предписание. Вот это все ляжет на плечи граждан и владельцев спецсчетов. Если фонд разместят на счетах регионального оператора, все перечисленные проблемы его. Неважно, сколько денег собрано, капремонт дома произведут в срок. Сметную документацию составят специалисты, они же станут работать с неплательщиками. Так называемый общий котел контролироваться будет жестко. Собственниками жилья, местным самоуправлением, жилищной инспекцией. Учет производится по каждому дому, каждому владельцу. Выбирайте. С этого года рассчитывать на помощь государства в капитальном ремонте не приходится. Ее виды и объем пока даже не предусмотрены. Рабочих вообще вопросов очень много, которые на данный момент не имеют ответов. Почему? Потому что программа запускается одновременно всеми на уровне Российской Федерации. То есть есть пробелы в федеральном законодательстве. Так что мы считаем, что 2014 год это будет как раз таким годом становления, когда сформируется такая основная концепция, и мы уже приступим к реализации программы. Однако, как показывает практика, коммунальные нововведения тормозятся на первом, похоже, главном этапе собрании. Если решение не будет принято, государство это сделает за жильцов. Автоматически передав региональному оператору, и уже в платежках за декабрь 2014 года появится графа капремонт. Юлия Константинова, Владислав Кустовой, Твистих, Акасия, События недели. В Багратском районе теперь уже официально появился новый глава. Избранный в начале месяца Сергей Чернышев на торжественной церемонии вступления в должность на этой неделе получил удостоверение. В актовом зале районного дома культуры собрались представители партий, республиканского правительства, бизнесмены и рядовые жители района. Напомню, на выборах Чернышева поддержали 60% избирателей от числа пришедших на выборы. Голосование было досрочным. За четвертый год в районной администрации третий руководитель. В 2010-м подал в отставку Владимир Тотаров в августе прошлого года, пришедший ему на смену Вадим Сацук. Их работу, как неэффективную, оценил глава Хакасии. В день вступления в должность нового главы района Виктор Зимин дал понять, что возлагает на него большие надежды. В среде много работы, перед руководителем муниципального образования, перед его командой стоят непростые задачи. Есть к чему стремиться в сельском хозяйстве, в развитии социальной сферы малого и среднего бизнеса. У Багратского района большой потенциал, но он пока не раскрыт. Накануне вступления в должность Сергей Чернышев побывал у нас в студии. Сергей Геннадьевич, добрый день. Вы полгода трудились исполняющим обязанности, ознакомившись с ситуацией. Вот что можете сказать о перспективах района? Ну, перспективы у района есть. Во-первых, это его жители. Жители добрые, грамотные, у которых есть желание работать, желание трудиться. Единственное, что необходимо, немножко помочь, создать условия, создать предприятия по переработке сельхозпродукций, для того, чтобы можно было диктовать цены напрямую. Ну и, соответственно, реализовывать их на территории республики Хакасия. Вот Багратскому району, ну, сейчас уже почти ничего не осталось, наследство от советского времени. В свое время район жил хорошо, это были крупные сельскохозяйственные предприятия, и Пушнина, и какие-то, и промышленные производства. Сейчас как-то все это, уже многого нет, многого нет, а наполнять бюджет чем-то надо. Вот именно в этом проблема района, в том, что он вот маленько в такую какую-то пропасть попал, или в чем-то другом? Вот эти крупные сельхозпредприятия, которые вот сейчас, и ЗАО Первомайское, и Бородинский плембсовхоз, да, переживают трудные времена, переживают процедуры банкротства. Но помогать будем. Мы заручились поддержкой министра сельского хозяйства и продовольствия республики Хакасия. Наш сельхозтоваропроизводитель оставлен не будет, также будем получать субсидии. Вот что касается крестьянских подворьей, там большая проблема была со сдачей молока. Не с тем, чтобы молоко сдавать, а с тем, чтобы потом деньги за него получить. Как-то это в полномочиях главы, то есть в его силах? Ну, решать вопросы будем, мы это обещали населению. Сейчас у нас на территории занимаются закупом молока всего три предприятия. Это два наших переработчика, значит, и переработчик из Саиногорска. Будет оказана помощь и ООО Первомайское в открытии цеха по переработке молока. Буквально в этой весной запустится еще одно производство. Вы говорили, что у вас есть какая-то программа, которую вы разработали, не знаю, на пять, минимум на пять или максимум на десять лет. И там есть у вас такой пункт, что ли, что привлечь на территорию района налогоплательщиков Бабаритовое месторождение. Сегодня, разговаривая с руководством, они подтвердили, что да, то обещание, которое они мне уже дали, будет выполнено. Сейчас идут просто формальности, немножко они не успевают с переоформлением документов. Это процедура ни одного дня, ни одного месяца. Это необходимо переделать в документы, подать в налоговую сведения. Поэтому данным вопросом занимаются. То есть где-то в этом году, наверное, уже? В этом году, да. Вот еще одним из важных преимуществ социально-экономического развития района является его соседство с Красноярским водохранилищем. Что это и источник, там, скажем, рыбу добывают, я не знаю, платят налоги или нет. И что это может быть как туристическим каким-то бизнесом, что там даже, может быть, туристические базы можно строить или дома отдыха, я не знаю. Вот рассматривали вопрос с этой точки зрения, что как-то можно или нет все-таки? Нет, конечно, можно. У нас по водохранилищу расположено 5 рыболовецких бригад. В этом году уже предприниматель, который занимается рыболовством, собирается поставить коптильный цех для того, чтобы можно было уже здесь, на территории Багратского района, вести переработку рыбы, вести копчение, уже готовую поставлять на прилавки магазинов других регионов. Ну и плюс к тому же это и дополнительные рабочие места. Сейчас, по-моему, условия сдачи в аренду участков поменялись, то есть если человек добывает рыбу на территории района, то он здесь же должен иметь и цех переработки, насколько я знаю. Да, поэтому, да, совершенно верно. Вы вроде как переехали туда, то есть не просто даже купили там какое-то жилье, а собираетесь прям именно строить дом, то есть вот так вот все основательно? Ну да, я уже взял там земельный участок, уже выкопал фундамент, поэтому собираюсь строиться и жить. Мне там очень нравится, там хорошая природа, там свежий воздух, есть на что посмотреть, есть много достопримечательностей, поэтому будем работать. Сергей Геннадьевич, спасибо вам большое за визит к нам и успехов вам на новом рабочем месте. Спасибо. Спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях был вновь избранный глава Баградского района Сергей Чернышев. Это программа Вести, Хакасия, события недели и мы продолжаем. Накануне в России вспоминали имена почти 15 тысяч солдат и офицеров, погибших в военном конфликте в Афганистане. Четверть века назад, 15 февраля 1989 года, в 10 часов 30 минут из Афганистана вывели последнюю колонну советских войск. Девятилетней необъявленной войне был положен конец. По традиции в этот день в городах и районах республики ветераны-афганцы, их родственники собираются у мемориалов сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах. Возлагают цветы и венки, зажигают свечи. На сегодняшний день в нашем регионе проживают 642 человека, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане. Многим из них в памятный день вручили медали, выпущенные в России специально к юбилейной годовщине. Среди них и герой нашего следующего сюжета. Перед встречей с Николаем Кичеевым мы предполагали, разговор будет сложным. Кто служил в Афганистане, не любит вспоминать то время, тем более рассказывать пережитые ужасы на камеру. Три года в горячих точках, в постоянном напряжении и готовности в любую минуту выполнить задание оставили отпечаток на всю жизнь в душе каждого воина-афганца. О тех годах кратко, сдержанно и почти без эмоций. Оставить воспоминания? Да любому человеку, мне кажется, что участие в таких действиях, вспоминать это не сильно, это очень хочется. Да любому человеку, мне кажется. Со временем это не уходит? Нет, не уходит. Горы, изнурительная жара, песок и пыль. Николай Кичеев попал в самый активный период боевых действий в 83-м году. В Кандагаре его назначили замкомандира роты спецназначения. Позже за проявленную отвагу его наградят орденом «Красная звезда». Приходилось участвовать в боевых действиях, естественно. Приходилось сопровождать колонну, участвовать в боевых действиях по ликвидации бандформирований душманов. Случалось разное. Мне приходилось терять друзей, сослуживцев. После воинской службы армии Николай Кичеев отдал 26 лет, работал воспитателем в детском доме. Сегодня он сотрудник МЧС Хакасии. От афганских времен остались лишь несколько фотографий. Их чудом удалось провести через границу, когда все снимки изымали из воинского багажа. Ольга Стельмак, Дмитрий Парафин. Намерение построить спортивно-оздоровительный комплекс в Хакасии на территории Устебаканского района подтвердила одна из крупнейших угольных компаний страны «Русский уголь». В республике она представлена предприятием «Разрез Степной». Глава Хакасии Виктор Зимин и директор холдинга Билан Ужахов провели встречу на этой неделе в Москве. На ней обсудили дальнейшую работу русского угля в республике и участие в социально-экономической жизни региона. Виктор Зимин отметил, что со стороны республики к предприятию никогда не было претензий по выполнению взятых на себя обязательств. Вместе с тем есть недовольство тем, что до сих пор не решен вопрос перерегистрации филиала компании на территории Устебаканского района, что даст прирост налоговых отчислений в местный бюджет. Мы сами построили по спорту, надо продолжать проект. Мы не будем нас обременять дикими суммами, мы трезво сейчас понимаем, работать будем сами. Но та сумма, которая обозначилась, надо поднимать. В свою очередь Билан Ужахов пояснил, что данный вопрос уже прорабатывается. Компания «Русский уголь» готова рассматривать Хакасию как площадку для более масштабных проектов, в том числе в вопросе разработки новых месторождений. Добыча с 13 на 14 увеличилась, соответственно увеличится будет и налоговая база. Мы видим дальнейшее развитие в этом регионе. Очень приятно общение и очень теплое взаимоотношение с руководителем региона. Это Зимин Виктор Михайлович очень стратегический и грамотно мыслящий человек. С обвинением, что абаканские аптеки помогают наркомании, выступила жительница города Любовь Марчук. Она обратилась в МВД и Минздрав с просьбой разобраться с теми, кто продает лекарства без рецепта. А пока женщина сама воюет с фармацевтами. Вместе с ней по местам торговли медикаментами прошла и моя коллега Марина Конодакова. И убедилась, что все, что нужно, можно купить без проблем. Вот лекарство, вот это вот седало, это вот компонент для изготовления крокодила. Это вот один из шести компонентов. А вот тропикамид один процент, это вводится шприцом в вену. Рассказывать о том, какие лекарства используют наркоманы, Любовь Марчук может долго. Она столкнулась с этим несколько лет назад, когда узнала о том, что ее единственный сын стал наркоманом. Это и заставило мать разбираться, что такое крокодил, как его сделать, и что ценного есть для наркоманов в обычных аптеках. Вот сейчас наша молодежь берет именно лирика в капсулах и тропикамид один процент, которые должны продаваться строго по рецепту. Терпению и настойчивости отчаявшейся матери, пожалуй, стоит поучиться силовикам. На практике своего сына Любовь Марчук выяснила, желающие заранее связываются с продавцом и покупают у него необходимые препараты из-под полы, то есть без чеков. Затем женщина в одиночку провела собственное расследование и выяснила, какие именно аптеки любимы у наркоманов. Как только возле какой-то аптеки начинает поток наркоманов, все это уже точно, они свои люди. И вот у нас таких аптек пока четыре, я наблюдаю. Женщина обратилась в Минздрав и МВД Хакасии с просьбой проверить указанные пункты на чистоту. Есть в этом списке и вот эта аптека в четвертом микрорайоне. Мы решили убедиться, так ли легко здесь купить психотропный препарат «Лирика», который должен отпускаться по рецепту. Помочь согласилась знакомая Любови Марчук Валентина Корниенко. В разговоре с аптекарем подставной покупатель намекнула на проблему своего сына. Здравствуйте, девушка. Девушка, можно вас попросить? Если мне здесь, звоните, пожалуйста, в моем доме. Сиду, что-то сегодня очень плохо. Мне нужно ему одна капсулы не векить. Сто рублей? Пожалуйста. Спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго. После этого наша съемочная группа решила напрямую пообщаться с продавцом. Сейчас вот женщина приобрела лекарство без рецепта. Какое? Препарат «Лирика». И что? Почему вы так сделали? Как? Продали лекарство без рецепта врача. Его продают, потому что без рецепта. В других аптеках. Ну, вообще его нужно продавать по рецепту. Ну, хорошо, я это учту. Все? Ну, а вам часто приходится продавать препараты? Нет, вы детестовала. Это частная собственность. Я прошу вас пить. Либо я вызвала медицинскую. Предоставить контакты своего руководителя продавец наотрез отказалась. Наказание для предпринимательницы теперь дело компетентных органов. Однако сделать это не так-то легко, говорят представители лицензионного отдела Минздрава. А это единственный орган, контролирующий работу аптек. Является нарушением лицензионных требований без рецептурного отпуска. Но фактически доказать это невозможно. Наш орган лицензирующий, он не обладает правом осуществлять контрольные закупки лекарственных препаратов. Ну, это может быть тоже сложность в доказывании вот таких правонарушений. Как говорят специалисты, все бы изменилось в корне, если те же тропикамид и лирика входили в перечень строгого учета. Тогда продажа каждой ампулы отмечалась бы в специальном журнале, а это совсем другая ответственность. Пока же эти лекарства в свободном обороте. Они не признаны наркотическими веществами. Но эта официальная точка зрения отстала от реальной жизни. На самом деле наркоманы научились извлекать из обычных лекарств нужную для себя пользу. Тропикамид продлевает действия героина, а лирика помогает снять ломку. Последствия страшные. Вот какие отзывы можно найти в интернете. Потреблял героин 11 лет. Последние полгода комнулся с тропиком. Потерял в весе 13 килограмм. Здоровье выносит по жести. Впоследствии употребления теряется зрение. Органы гниют. Происходит ослоение ткани от скелета. Во всей стране врачи ставят вопрос о том, чтобы внести тропикомид и лирику в перечень лекарств строгого учета. Интернет пестрит откровениями наркоманов, догоняющихся с помощью глазных капель и других лекарств. Что еще нужно чиновникам наверху, чтобы решать проблему? Непонятно. Ясно одно. Усилий таких энтузиастов, как Любовь Марчук, которая бьется не только за своего сына, но и за других детей, в этой войне явно недостаточно. Какой-то, знаете, идет круговорот. Я буду всех отравлять, я буду всех отравлять, и меня никто не поймает. Везде какая-то у них лазейка есть. Вопрос о контроле за аптеками требует и будет требовать повышенного внимания. Смекалки наркоманов может позавидовать любой профессор. Из простых таблеток от кашля они научились выделять КДИН, который в высоких дозах вызывает эйфорию. Без всяких лабораторий они умеют найти нужные вещества в обычных мазях, капсулах, обезболивающих таблетках. На каждый новый запрет наркозависимые отвечают более сильным ходом. Гонка может быть бесконечной, и пока победа в ней не на нашей стороне. Марина Конодакова, Сергей Казмин, Вести Хакасия, События недели. Это была программа Вести Хакасия, События недели. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова